И теперь по всем более подробно. Как Мамай прошел? Жители Старцева в прямом смысле разгребают последствия вчерашней стихии. На деревню обрушился сильный град, льдины с неба летели размером с грецкий орех, из-за чего многие остались без урожая, а с крыш некоторых домов срывало профлисты. И лед на деревенских улицах лежит даже спустя сутки. Репортаж Виктора Бородина. Мне очень жалко капусту. Но мне кажется, капуста отойдет. Вот середочки, как бы целенькие. Несколько капустин, может быть, и отойдут. Посаженный урожай побит, но Надежда Сибина не унывает. Показывает, как у забора градом разворотила кусты малины, а на грядках упали перцы и помидоры. Говорит, все нервы потратила еще накануне. Ближе к обеду с неба словно крупная дробь посыпалась. Сильно испугались маленькие внуки. Но сейчас это вспоминается уже как анекдот. Испугался Марк. Ему 5 лет. Он плакал. Я не хочу умирать. Я говорю, ты не умрешь. Ничего такого не будет страшного. Никто не умрет. И долго, может, минут 15 шел этот град. Вообще, вот тут вот плелось так, вот как море вот льется. Успокоив ребятишек, пенсионерка выскочила на улицу. Плюнка успела накрыть только грядку с огурцами, после чего закрылась в теплице. Говорит, по крыше колотила так, что уши от страха пришлось закрывать. Спасать огород сил уже не было. Сильный ветер, воды на грядках по колено и град. А тут вроде как маленечко прошло. Я открыла дверь посмотреть, не завернулась ли обратно. И высунула голову. Мне как стукнуло по голове. Больно было. О том, насколько сильный был град, говорит то, что спустя сутки на улицах деревни до сих пор можно найти вот такие куски льда. А эти кадры местные жители сняли сразу после обстрела градом. На них видно куски льда размером с большой орех. И стихия зацепила не одну улицу, а всю деревню. Просто градины какие здоровенные. Все, вот лежит. Бочку с этим, с мусором унесло просто. Он туда все там, как бы у нас сила. За урожай в Старцево переживают далеко не все. Говорят, если что, овощами можно и на рынке закупиться. Есть у людей проблемы и посерьезнее. Николай Никонов остался без крыши над головой. Профлист с его дома снесло ветром. Мужчина в это время был на работе. Пришлось отпрашиваться. Говорит, один с ремонтом в экстремальных условиях не справился бы. Сначала с помощью соседей снял покореженный профлист с крыши и на время закрыл ее пленкой. Мы закрыли временно. Я еще обвесной потолок провис. Пришлось проводку, там лампочки повывернули, чтобы слило сюда. Восстанавливать все людям, скорее всего, придется за свой счет. А ведь беды на огородников валятся одна за другой. В начале июня были сильные заморозки по ночам. Сейчас град. На следующей неделе синоптики снова обещают дожди. И хоть на дворе только середина июня, но можно сказать, что сезон в этом году задался далеко не у всех. Виктор Бородин, Павел Овонецкий, Седьмой канал.